Овощи Должен знать человек, который пришел на рынок за овощами Вот ты входишь на рынок И ты видишь сразу Красивый прилавок Там все, листочек к листочку Вишенки разложены Это означает, что наверняка Там цена Если не в полтора То в два раза Если не в два, то в три раза дороже Чем в других местах Потому что это вот Человек заходит, сразу удивленные такие глаза Ой, как красиво и вкусно Давайте-ка я возьму Ему раз там накидали что-то туда-сюда Сколько с меня? Два пакетика Ой, да, там 6 тысяч Да как же, что-то цифра такая Ну как вот же там сливы по 580 рублей Как по 500 В общем, всегда на это обращайте внимание Люди, которые ходят на рынок Знают это И без меня Я просто лишь напоминаю для тех Кто на рынок ходит редко Поэтому Лично у меня всегда есть Один поставщик Или продавец овощей Который знает про них все Хорошо говорит на русском языке Вы без меня прекрасно знаете Что есть люди, которые Приходишь к нему и говоришь Кинза почем? Кинза Что? Что кинза? Что? И не понимая даже, что ты слово кинза ему говоришь Он на русском не разговаривает Возникает сложность Чтобы этого не было Нужно найти оптимального продавца У которого есть широкий ассортимент Если у продавца нет широкого ассортимента То у вас есть язык У продавца есть уши Ты его спрашиваешь Где взять Фиолетовое яблоко С красными точечками И он тебе говорит На рынке нет таких яблок Ты такой Ну ладно Все вопрос исчерпан Ты можешь там дальше искать Где угодно По магазинам Или он скажет Я знаю у кого есть такие яблоки И покажет тебе Или другой вариант Он говорит Я знаю где такие яблоки Иди занимайся своими делами Мы составили список Что нужно собрать Они сами соберут все Но вы должны дружить И должны каждый раз приходить к одному и тому же Если вы каждый раз натыкаетесь на то Что вам положили сегодня гнилое Завтра зеленое Послезавтра какое-то порезанное Послезавтра помятое Да Любой человек Не надо быть там умным Семь пядей во лбу Решит что его постоянно Как-то над ним издеваются И не будет ходить к этому продавцу На рынке всегда важно Чтобы продавец и покупатель Были в одной связке Продавец делает качественно Хорошо и аккуратно А покупатель всегда ценит Любит его Делает ему подарки И если даже он не делает никаких подарков Он просто каждый раз приносит И приходит и приносит ему деньги Это называется постоянный клиент Постоянных клиентов любит А вы соответственно Уже подружившись хорошо С продавцом И когда вы уже получили статус Постоянного клиента Вы ему можете иногда трясти Говорить Нет, мне надо срочно Быстро найди мне что-нибудь Мне нужны вот такие грибочки Маленькие И только ты можешь их найти Давай, давай Ну то есть Я сейчас утрирую Но смысл в чем Нужно договариваться Нужно договариваться Потому что он лучше вас знает Лучше меня Лучше всех знает Что есть на рынке Какая сезонность Какие томаты Например Вот томаты Вот томаты Вот томаты Вот томаты Вот томаты И еще вот тут Два вида томатов И они все разные Правильный продавец Всегда даст попробовать тебе Так делают не все И не надо на это обижаться Есть люди У которых четко там все поставлено Типа Принял килограмм Если 10 человек попробовали То уже Грубо говоря Там 100-120 граммов Ты уже кому-то скормил Ты должен либо обмануть Покупателей И вернуть эти деньги Либо должен быть Какой-то запас Или какая-то гибкость Если сам человек Продает Сам покупает И это его личная лавка Он не просто Кем-то поставленный продавец Который ничего не понимает Конечно Вы всегда получите Пробу Потому что Вы этот попробовали Помидорчик А апельсинчик же Вы не будете пробовать Вы его купите Вы это купите Вы это купите Вы то купите Вы три пакета С собой унесете Продавцу важно Вам дать попробовать Всего лишь один томат Для того чтобы Вы купили 5-6 Видов разной Зелени Фруктов И еще чего Обязательно Всегда спрашивайте Что сезонное Обязательно Спрашивайте Если вдруг Вы видите Например Перец Вот он уже Знаете Такой немножко Сморщивый Если вам Этот перец Нужен Для того чтобы Приготовить Какой-нибудь Стю Там Тушенку Какой-нибудь Какой-то суп Или еще что-то Вам не нужно Брать Офигенный Глянцевый перец Этот перец На салат А вот такой Пожухлый перец Это в переработку Вы можете Сэкономить деньги Скорее всего Такой перец Будет со скидкой Но вам не надо Его в салат Вы его порубили Сделали Очень вкусное блюдо Это хороший перец Просто он не глянцевый Он не первый Не витринный Так сказать Свежести Ну это классный перец Я очень часто Переспрашиваю Всегда говорю Ребята Есть какие-нибудь Томаты Какие-нибудь Там знаете Уже Вы уже Их не продаете Там с пятнышком Еще с чем-то И Асиф Например Говорит Да Есть у нас Такие Растоматики Там Мы там По 50 рублей Вот такие Вот гламурные Узбекские Сладкие томаты Ну с пятнами И некондиция Можно купить По очень сходной цене По очень сходной цене Либо они их Послезавтра Выкинут в помойку Либо ты у них Купишь это По минимальной цене Но Ты обрезал Эти все штуки Сделал офигенный Горлодер Ты сделал там Томатный суп Из этого Ты сделал Из этого Гаспачо Поел Сегодня Ты кайфанул И все остальные Как бы в плюсе в том Что Ты не выкинул этот продукт Потому что жалко Каждый раз выкидывать Ты же понимаешь Что Блин Ну это реально жалко И мне бывает Я смотрю Там у меня что-то Подпортилось Я все обрезал Все нарезал Компотик сварил Если яблоко Половина уже бывает Почернела Все срезал Компот сварил Да Или сделал Какой-нибудь фруктовый салат Мелкорубленный Или натер На терке Смешал с мукой И спек оладьи Ну то есть Обращайте внимание На то что у вас остается Как вот Все это выкидывать С картошкой Конечно С овощами Здесь У нас в Москве Неплохо Капуста Если мы Говорим про сезонные Значит спрашивайте Что сезонное В сезон Всегда Есть что-то подешевле Ну я имею ввиду Летом вы знаете Да Много всего Томатов и так далее Цены все падают На томаты в частности Не падают только Цены на томаты Которые Ешь и плачешь Вот от счастья Вот на такие томаты Их редко-редко На даниловском рынке Есть один чувак Который Зимой и летом Продает Девяточку Десяточку Узбекистан Ташкентский Восьмерочка Иногда бывает Но ты его режешь Ты его ешь И думаешь Не может быть Не может быть Чтоб такой вкус был Как это так может быть Так у бабушек С дедушками Фермерские Стоит 200 рублей А у него 800 Недешево Да И многие скажут Типа Нифига Вы там жируете Так вот За эти 800 Он свои томаты Все продает Все продает Все Ни одного Не выкидывает Потому что У него просто Люди приходят Их забирают По 800 рублей Потому что Если у тебя есть бабки Если ты можешь себе Позволить дорогой томат То ты выбираешь Какой самый крутой Ты берешь томат Никогда не нюхайте Его вот здесь Потому что Здесь веточка Она всегда пахнет Плохой томат Хороший томат Вот эта веточка Пахнет Когда вы нюхаете Такие Ааа Томаты пахнут Это не томаты пахнут Это веточка пахнет А томаты Лучше всего Вот они лежат Кверх ногами Ничего не трогаешь Потому что Не дай бог Что-то нарушишь Или Если ты хочешь вытащить Попроси Хозяина Но лучше всего Сделать так Засунуть в лицо И вдохнуть Да Вот тогда Вы чувствуете Сладкий запах томатов А не терпкий запах Веточки Веточки Я знаете Как делаю иногда Когда томат Не экстра класса Не по 800 Там или 600 рублей У него есть плодоножка У маленьких томатов Плодоножка маленькая И ты начинаешь Их резать так Чтобы несколько раз У тебя плодоножка Пересеклась И в итоге В кусочки Ты не было там У тебя белого пятна Такого Для чего я оставляю Я не вырезаю ее Для того чтобы Когда ты ел Вкус вот этой плодоножки У тебя добавлял Вкус По самому помидору Ну то есть Как бы некий такой обман Лукавство Так можно делать Для себя дома Для того чтобы Почувствовать вкус Вкус томата Не стесняйтесь Плодоножки Просто режьте томат Так чтобы ее порезать Помельче И все Будет вкуснее Но вот Лицо засунуть туда Это самый лучший способ Очень важно Выбирать яблоки Вот яблоки 8 видов яблок И там сверху Еще 2 3 11 видов яблок Может быть У хорошего продавца Овощей И фруктов Выбрать их Есть два способа Во-первых Вы обращаете внимание На плотность Значит Любой продавец Если увидит Что вы все яблоки Жмете двумя пальцами И делаете в них Вот такие вот Как он у нас любит Придут такие И все начинает Так а какое яблоко Потверже помягче Начинает его сдавливать Силой Образуется Маленькая Вот такая вот Пятнышко А потом яблоко Через день Начинает подгнивать А его никто не берет Потому что все же умные Типа А что это у вас черное пятнышко А потому что Какой-то пришел товарищ Перед вами И надавил эти яблоки Вот так вот Во-первых Спросите всегда у продавца Какое потверже Какое помягче Какое рыхлое Какое сочное Грэнни Смит И вот эти все зеленые Мы и так и без продавцов знаем Что это кислое Твердое яблоко А вот эти Значит В зависимости от цены И производителя Вы можете поспросить Если Оно недорогое То и Есть вариант Как бы Отрезать кусочек Попробовать И там Сами доели Еще как-то Но Вариант С лицом Самый подходящий Вот У каждого яблока Разный аромат Какой-то меньше Пахнет Какой-то больше Но нос вас Никогда не подведет Вот это вот Очень ароматно Вот это вот Да Оно прям Аж Хочется его купить Королюк Сливы Мы знаем все Что сливы Это сезонный продукт Но зимой Я не рекомендую покупать Потому что Ну Они могут быть сладкие Могут быть не сладкие Когда не сезон Они дорогие Лучше их покупать Тогда Когда они зреют И еще Очень важный элемент Это авокадо Мы все знаем Что Авокадо Бывает твердый Бывает мягкий Понятно Что круглый авокадо Это всегда Дорогой Хороший Вкусный Классный авокадо Что делает человек То же самое Что и с яблоками Он берет его И давит пальцами У пальца Очень маленькая Поверхность соприкосновения Мы физику все знаем Высокое давление В одной точке Получаются пятнышки Потом авокадо В процессе Если его вдруг не купили То оно начинает портиться Не надо Издеваться над продавцом И показывать Что ты самый умный Вообще В этом мире Ты идешь такой Типа Я бабки плачу Я покупатель Покупатель всегда прав Нет Не всегда прав Если бы у нас Были такие законы Которые бы позволяли Таким Вредным покупателям Которые давят Все фрукты Бить по почкам То безусловно Продавцы бы это делали Но увы У нас не так Как нужно проверять Авокадо Для того чтобы Никому Не доставить Неудобства И понять Что и как Нужно взять Авокадо Целиком В руку Целиком И слегка Надавить Целиком Всей рукой Не продавливая Внутрь Просто слегка Надавите Вы поймете Что у вас Вот эта поверхность Она вся Чувствительная И вы всей поверхностью Чувствуете Насколько оно Мягкое Или твердое И у вас не остается Пятен Как от одного пальца Или от двух пальцев Вот так вот нажали Вот так вот Чуть-чуть взяли Вот прям Вот придавили Чуть-чуть Настолько нежно Чтобы не оставлять Дырки Вы поймете Вот когда вы так Попробуете сделать Вы поймете О чем я говорю С чесноком беда Потому что вот Несмотря на то Что мы страна Которая реально Много потребляет чеснока У нас все время его Как бы правильно сказать Фиг найдешь Объясню почему Китайский чеснок Вы все прекрасно знаете Нарубил чеснок В суп бросил Температура пошла Да Он раз у вас позеленел Не знаю чем Китайцы кормят чеснок Но почему он зеленеет При термообработке Это для меня загадка Очень красиво получается Долечками нарезал Зубчики Много-много-много И так покрыл мяско И запекаешь его Потом вынимаешь У тебя мяско Все в зеленой чешуе Каждый чеснок Какой-то химикат Выделил такой Вот этот чеснок Молодой Вкусный Не зеленеет Очень ароматный Но в нем есть Маленький-маленький нюанс Если вы его распотрошите И достанете ядрышко Уже так сказать Съедобное без шкурки То у вас этих ядрышек Вот в этой луковице Будет не знаю Процентов 20 Потому что 80% Здесь шкурка Я всегда рекомендую делать так Выхода у нас немного Ты можешь взять Зеленый китайский Химический чеснок Либо взять вот такой Что нужно делать С этим чесноком Ты все шкурки Отправляешь Они тоже имеют аромат Свой чесночный Во-первых Я шкурки отправляю В бульон Если я варю Потом их вытащил Выкинул Ты от них забрал Все что надо Если ты жаришь Обжариваешь Например Делаешь креветочный соус Креветочный панцирь Обжариваешь Ты же все равно Туда весь хлам отправляешь Кусочки лука Там попки эти Песюны луковые Туда отправляешь И вот эту всю шелуху Не выбрасывайте От молодого чеснока От мягкого Вся эта шелуха Она пахнет Она пахнет чесноком И вы можете оттуда забрать аромат А уже вот эти вот самые дольки И вы их спокойненько берете Рубите И используете Или на терочке в салат Или уже в обжарку С самими креветками И так далее И только лишь изредка Бывает нормальный чеснок Это осенью Когда все выкопали русский чеснок И выложили его на прилавки Он уже без ботвы Он выглядит вот так вот Вот конечно такой чесночок Желательно запастись им В сеточку Если у вас есть подвал Или гараж В сеточку повесили Или в холщовый мешочек И пусть он висит себе Чтобы никакой влаги там не было Иначе сгниет Или прорастет Если вдруг Еще раз повторяю Вы чего-то не видите на прилавке Спросите всегда овощника Может быть это у него есть в загашнике Может быть он не хочет И у него там немного осталось Он это держит для дорогих клиентов Может быть он просто знает Где это взять Вам принесет Или скажет Это вообще не сезон Этого нет Не будет и приходить через месяц Капуста тоже сезонный продукт Кстати Уже начался сезон Молодой капусты Маленькие качанчики Темный лист Который вот Если он не гнилой А просто вот внешний Немножко грязный Отмойте его Его тоже в щи Знаете какие весенние вкусные Он мягенький Мягенькая капуста Вкусная Ее на салатик Нарубили Лимоном приправили Немножко редисочки сюда Укропчика Маслицем ароматным Подсолнечным полили Огонь Или вы можете выбрать Старую капусту Это молодая Это старая Видите Старая белокочанная Почему? Потому что она белая И она твердая Видите? Это не слышно А это слышно Это твердая прям Вот вам и вариант Это подешевле Это раз в пять дороже Ну относительно Я не знаю Это рублей 30 Наверное за килограмм Я в ценах Ну примерно Да порядок А это наверное Рублей 100 килограмм стоит Но зато Купив маленький качанчик Который Будет у вас весить Например Вот смотрите 610 граммов Ну серединку вырезали Ну будет у вас там 550 граммов Ну вот 50 рублей Стоит такой качанчик Но почему бы Иногда не порадовать Свою семью Свежим весенним Салатом Или вкусными щами Потому что это Вот конечно На закваску лучше Картошка конечно Бывает совершенно разная Разная Вот даже Три вида картошки Которая Грязная Чуть дешевле Мытая Чуть дороже В зависимости От стороны Произрастания Тоже может быть Там цена Варьироваться Но Как правило Как правило Никто Ни я Ни продавцы Не знают Какая из них Более крахмальная Какая менее Крахмальная Какая лучше Для жарки Какая лучше Для варки Во-первых Не Не надейтесь Что вы Попадете На человека Который торгует овощами Он будет супер повар Нет Все мы готовим Дома И все Как бы адекватно Понимаем Какие-то определенные вещи Но не требуйте Волшебства От этих людей И конечно С картошкой Ну в России Такая Вот Если вы Лично Вот например У меня мама Выращивает сорт Называется Андретта Я с детства Его знаю Мы всю жизнь Этот сорт Выращивали Потому что Ты когда его варишь Потом В кожуре Потом Воду сливаешь Потом Полотенчиком Закрываешь Крышечкой Чтобы полотенце Влагу впитывало И немножко На огонек Ставишь На слабенький На 2-3 минуты Для того Чтобы пар Ушел Так вот В этот момент Картошка лопается И высыпается Потому что Она крахмальная Крахмальную Лучше использовать Для пюре И для варки А Менее крахмальную Такую Более жидкую Лучше использовать Для жарки Потому что Из нее Пюре будет Такое Не особо Для жарки Поэтому Не спрашивайте Какая лучше Для варки Какая для жарки Это все нужно Опытным путем Выполнять Либо Если Один и тот же Сорт Вы зимой Попробовали И зимой Как правило Не меняются Сорта Да Очень часто Что всю зиму Вам привозят Один и тот же Сорт Вы его Уже Испробовали И берите Только его Но то бишь В любом случае Опытным путем Вы выясняете Какая Картошка Для вас Будет Лучше А какая Вам не нравится Даже желтая морковка Есть Конусообразная капуста Баклажаны Пока что импортные Они подороже будут Цукини дорогие Кабачки подешевле Салаты Тут редисточка Он уже Немножко пожухлая Ее можно Почти даром взять Я уверен Что они еще И бесплатно отдадут Чтоб не пропадало Вам придется использовать Сразу же В этот день Приехали Помыли Настрогали В салат Замешали Окрошку сделали Съели Все В этом есть Некая экономия Зимой Да Мы все знаем Что черри Сладкие Большинство томатов Вата Если у вас есть Бабки Значит Вы Берете Вот такие Шикарные томаты Значит Кто не знает Вдруг Называют Допустим Шестерочка Семерочка Десяточка Считайте Сколько в рядке Раз Два Три Четыре Пять Шесть Два Четыре Шесть Это шестерка Крупность Вот в ряду Сколько штук Вот этих Два Четыре Шесть Восемь Это восьмерка И еще десятка Она вообще маленькая Такая Когда вот Один ящик Одного размера И прям Такие Они конечно не черри Но вот их есть Пятерка Шестерка Семерка Восьмерка Девятка Десятка Ну ребят Если вдруг Я что-то Недорассказал Может на чем-то Не сделал акцент Но все-таки Мы стараемся Чтобы ролики Были не очень длинные И чтобы как-то Компактно Все уложить В одно Пишите в комментариях Всего доброго До свидания Увидимся снова Редактор субтитров А.Семкин